Евгений Пригожин, значит, отвечает на вопрос по поводу спецназа Ахмат и его работы. Сам вопрос, может быть, был бы не так, как говорится, интересен, если бы не ситуация, по сути своей, связанная с отношениями Рамзана Ахматовича к Евгению Пригожину. Все это время Рамзан Ахматович мне говорил, что я должен поддерживать ЧВК Вагнер, что Евгений Пригожин его брат. И я могу отметить, что ни в одном интервью я не упустил момента, где я мог бы сказать, что ЧВК Вагнер работает, что ЧВК Вагнер это боевое подразделение. Хотя не всегда и не всем это нравилось, но все равно я, как говорится, четко всегда придерживался линии, когда я говорил, что ЧВК Вагнер это боевое подразделение. Чего не скажешь, конечно, о Евгении Пригожине, который я не заметил, чтобы было такое же отношение к нам в ответ. И в данном случае, в данном ответе тоже я слышу такую ситуацию, что, значит, ну, вроде бы поверхностно, если посмотреть, получается такая картина, типа, Рамзан Ахматович не сказал, что он освободит всю Донецкую республику. Ну, на этот вопрос я отвечу так. К сведению, значит, Евгения Пригожина, у нас не было танков, самолетов, вертолетов, 50-тысячной армии, как у Евгения Пригожина. Лучше вопросы, касающиеся Ахмата, оставить в покое. Конечно, на месте Евгения Пригожина, когда он говорил, что он знает два подразделения боевых на его месте, я бы назвал бы спецназ Ахмат. Потому что уж кто-кто, а он и его бойцы знают, что подразделение, которым руковожу я, является одним из самых боеспособных подразделений, которые только находились, как говорится, на этой линии соприкосновения. Без 50-ти тысяч человек, без самолетов, танков, вертолетов, как говорится, всестороннего, как говорится, обеспечения поддержки, именно с тем, что у нас есть, мы делали такой результат, который может похвастаться не каждый и не каждое подразделение. Поэтому, если кто-то, еще один вопрос. Когда тогда встал вопрос о том, что кто хочет, может перейти в спецназ Ахмат. Я сегодня скажу, что очень много бойцов из ЧВК Вагнер перешли в спецназ Ахмат, и они у меня есть в спецназе Ахмат. Никакого секрета тут нет. И разговор о том, что в свойственной им манере, там, подчиненные высказались в матершинной форме, я могу сказать, что моим бойцам, если предложить перейти в ЧВК Вагнер или в любое другое подразделение, мои тоже бойцы выскажутся в матершинной форме. Ну, другой вопрос. Если кто-то хочет это сказать мне в лицо, в матершинной форме пусть не скажет в лицо. А тогда я скажу место и время, и будем разбираться. Поэтому все вот эти вот обходы, заходы, я считаю, не нужны. Есть вещи, где мы есть братья, или мы таковыми не являемся. Отношения друг к другу, если оно было братское, то надо до конца быть в братском отношении, а не пытаться ковыркать там что-то, коверкать, тыкать пальцем и делать какие-то движения. Если пила бывает двуручная и туда и обратно, то результат бывает хороший. Но если ты пытаешься в одну сторону ножовкой пилить...